В бескрайних просторах Тихого океана по установленному курсу плыл большой корабль. Опытный матрос, дежуривший на вахте, внимательно вглядывался в горизонт. Вдруг его взгляд привлекло нечто необычное по правому борту корабля. Это необъяснимое явление резко выделялось на фоне ровной синей глади. Матрос немедленно доложил об этом капитану, стоявшему неподалеку на корабельном мостике. Капитан судна, седовласый морской волк с грубоватыми чертами лица, тут же поднял свою подзорную трубу. Тщательно изучив странное пятно, он принял решение изменить курс и подплыть к нему поближе. Команда на палубе замерла в ожидании, гадая, что же там такое. Никто и представить себе не мог, какое удивительное открытие ждет их впереди. Когда расстояние до объекта сократилось до двух сотен метров, капитан решил, что они наткнулись на отмель. Однако по мере приближения стало ясно, что это совсем не отмель и даже не коралловый риф. С близкого расстояния явление выглядело как огромное плавучее поле из пористого камня пемзы. Создавалось впечатление, будто песчаный берег внезапно материализовался прямо посреди водного простора. Команда в изумлении разглядывала это невиданное зрелище. Капитан приказал лечь в дрейф, после чего внимательно рассмотрел пемзовое поле в подзорную трубу. Он заметил узкую полосу чистой воды, извилисто проходящую через середину этой необычной области. Приняв решение не рисковать, капитан скомандовал команде направить корабль точно по этой безопасной полосе. Команда затаила дыхание, когда они оказались прямо в пемзовом поле. Полоса чистой воды вокруг корабля казалась совершенно безопасной, но неожиданно она стала стремительно сокращаться. Это было крайне необычное и пугающее зрелище, которого никто из команды никогда раньше не видел. Капитан, опытный мореплаватель, понял, что нельзя медлить ни секунды и немедленно дал рулевому команду полный вперед. Необходимо было как можно быстрее покинуть это странное поле пемзы. Впереди уже виднелась открытая вода. И это оказалось верным решением, спасшим жизни всей команде. Едва корабль выбрался из пемзового поля, как позади раздался сильный грохот, от которого вся команда закрыла уши руками. Этот резкий звук напоминал взрыв мощной глубинной бомбы под водой. Вода на поверхности океана буквально забурлила, разбрасывая каменные глыбы во все стороны. Из глубины стали подниматься клубы пара и пепла. Корабль затрясся и сильно наклонился на один борт, но все-таки он выстоял, а волны хлынули во все стороны. Команда в ужасе осознала, что началось извержение подводного вулкана. Но самое удивительное ждало их впереди. Прямо в эпицентре извержения, в клубах дыма и пара, из морских глубин стала подниматься новая суша. Вулканическое жерло извергало потоки лавы, формируя новую землю прямо посреди океана. На глазах ошеломленных моряков в нескольких десятках метрах от них возник настоящий вулканический остров. Если бы капитан не повел корабль из опасной зоны на максимальной скорости, то их судно неминуемо оказалось бы в самом эпицентре извержения. В таком случае у всей команды, вряд ли остались бы хоть какие-то шансы на выживание. Команда в благоговейном молчании наблюдала за этим поразительным зрелищем рождения нового клочка суши. Капитан, перекрестившись, негромко, но очень эмоционально произнес, что черт возьми это было. Еще пара минут, и все мы отправились бы прямиком на дно. А матросы еще долго не могли оправиться от шока, разглядывая это невероятное явление природы. Эта удивительная история, которая едва не закончилась страшной трагедией, навсегда останется в памяти тех, кто ее пережил. И каждый раз, вспоминая этот день, который едва не стал для них последним, моряки будут чувствовать, как их сердца замирают от восторга и удивления бесконечным чудесам подводного мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok